приветствую вас на канале j on the way сегодня представляю вам дайджест модов под номером 7 не так уж много выходила мотов в этом году он только начался возьму кусочками из конца 2020 года из компоную это все в один дайджест начнем мы из проекта побольше это проект великая степь она же карта казахстана уже как видим версии 1 и 5 карта прекрасно компонуется и с русмапом из promos 251 последними последними версиями но как значится здесь на сайте по ссылке вы конечно же перейдете можете скачать род коннекшены это такие соединялки этих больших карт что в версии 1 и 5 не так уж и много изменений перестроены некоторые участки заменено множество дорожных знаков исправлены ошибки оптимизация возвращен на место город киршо в россии ну знаете исправление ошибки ошибок я так думаю что в этих глобальных модов на карты будет бесконечно работать но это хорошо что их исправляют все-таки некоторые скриншоты можете наблюдать вот так вот выглядит кусочек этой карты и вот такие вот у нас степи местами с грами так что будьте к этому готовы на большие перегоны также ездить по степи кому-то это будет однозначно интересно и так двигаемся дальше по модам не так давно обновлялась карта марио это глобальная карта я немножечко неправильно сказал она не только европу расширяет она также касается северной америки и южной америки так что это довольно таки большая карта и она несет некоторую нагрузку на ваш компьютер порядок установки модов здесь обозначен давайте посмотрим некоторые скриншоты здесь у нас кусочки карты показаны а вот саму карту почему-то забыли заскринить перед установкой обязательно по почитайте что здесь описывает автор как мы видим с версии 02 это именно версия оптимизации будет карта разделена у нас на три части южная америка северная америка и собственно россия изменения в версии 02 и 01 отличаются и вот такой вот целый список можете поставить на паузу или же зайти на ст эмоции и почитать обязательно почитайте потому что еще главное на ст эмоции есть много комментариев там вы узнаете о плюсах и минусах во всех я вас уверяю даже в промоции есть какие-то грехи то что же тут говорить даже в стоковой карте также есть некоторые минусы и баги и они будут еще правиться и правиться давайте дальше пройдемся по модам для жителей украины или же тех кто хотят покататься по наших краях есть небольшой вот такой вот аддончик western ukraine reworked это для promods версия 02 версии 02 у нас косметический ремонт города мукачево замок паланок главная достопримечательность не знаю что это значит добавлен к панораме города уникальным дорожным знаком и есть три шка скриншотика всего лишь давайте посмотрим их вот такие вот мукачева видим здесь ужгород кошицы следующая небольшая карта это road to the balears карта аддон добавляет болиарские острова финальный релиз войдут такой остров как майорка минорка и ибица ну майорку и ибица я слышал хотя бы а все остальное нет с их своими основными городами не ждите что там будет много городов это чисто такая карта фановая поездить по островам каких-то больших застроек здесь конечно же не будет сейчас сейчас работы в puerto del mara и город пальма ну какие-то работы ведутся я так понял и пак скинов для прицепов что это значит я не представляю ну в любом случае вы можете его не ставить следующая карта у нас red sea map это карта красного моря версии 1 и 2 здесь уже получше меня честно говоря настораживает если там версии какие-то 01 02 чувствуется даже по названию какая-то недоработка здесь уже версия 1 2 карта включает себя города вдоль побережья красного моря и есть соответственно список этих городов сама карта есть на скриншоте ки вот так вот мы будем ездить не обязательно что возле моря мы будем ездить хотя некоторые города пролегают также мы будем ездить и по пустыне давайте посмотрим другие скриншоты вот у нас море давайте следующий скриншот видим что пальмы у нас есть и вот у нас и пустыня даже присутствует с верблюдом с людьми некоторые объекты все-таки уже заставлены видим что даже макдональдс присутствует и это условная карта данного данной модификации идем дальше по модам далее новая карта проект кавказ версии 10 только на добавлено но видим что уже в версии 10 какие-то изменения возможно она тоже была там версия 0 там сколько то версия 10 уже добавлен город махачкала мелкие исправления карты ошибок все мы знаем что править их будут бесконечно небольшие внешние исправления некоторые мег мелкие дополнения ничего не пишется про эти дополнения давайте глянем на скриншоте ки грозный астрахань и вот такие вот видим что даже персонажи киев там раз рассадили флаги россии есть и давайте двигаться дальше следующий мод это развитие шикарнейшего мода на и карус 250 59 плюс пассажирские версии видим что версия у нас текущая уже идет какая-то с бетой я честно говоря беты не очень люблю по исправлением к этой версии видим что у нас обновление звуков под версию 139 проработан звук моста работа моста стала реалистичной в нагрузке и холостом ходу как я помню что у нас на холостом ходу был такой же звук как и при обычной работе двигателя и как мы видим также у нас осталась проблемка с коробкой автомат так что нам опять же предлагают переходить на секвентальное управление работы продолжаются скриншоты я думаю вы все в курсе как выглядит наш и карус 250 и вот такая вот красотища принципе это остается одним из лучших автобусов в игре идем дальше я даже не знаметил как обновляется этот мод но уже седьмая версия мод на полке для грузовиков видим что поддержка версий от версии 1.35 до версии 1.39 чем хорош мод что он поддерживает не только стоковые грузовики также он поддерживает некоторые модовски видим сейчас на экране какие стоковые поддерживают можете поставить на паузу и какие модовски в основном большая часть не это от rgl давайте посмотрим по скриншотам как эти столики выглядят ну вот такие видим что с текстурами красивыми это вам не сток все таки вот такие вот столики прикольные в принципе столики ничего так смотрятся единственное что как и кажется что под ваш любимый грузовик не будет поддерживаться этот столик ну вот такие вот недостатки идем дальше дальше у нас небольшой косметический мод я решил его все таки вставить в обзор потому что он интересный это изменение фона навигатора ночная версия версии 1.0 давайте посмотрим как это все выглядит к сожалению только единственный скриншотик вот так вот будет выглядеть у нас навигаторик видим что здесь и на мобильной версии показано в принципе прикольно и я думаю что это будет хорошо смет смотреться при некоторых погодных условиях когда стоковый навигатор слишком будет выглядеть бледный то вот этот с черной подложкой будет смотреться гораздо контрастнее и лучше будет видно видно вам это все ссылка конечно же будет в описании идем дальше по модам еще один интересный мод такой для евротрак симулятор это пассажиры из карты восточный экспресс если вам надоел или еще по каким-то другим религиозным причинам не нравится вам стандартный мод который уже очень давно функционирует мод на пассажиров ну вот даже по скриншоту я вижу что их тут гораздо больше тут такими толпами они расположены но честно говоря пока еще нормально рабочий нету рабочего мода на пассажиров на автобусные станции например но все-таки нам еще и допустим автотранспортом легковушками тоже хочется пассажиров повозить с этой с другой стороны что их слишком много будет для автомобиля обычно в описании у нас тут написано вытяжка пассажиров из карты восточный экспресс работает указано что работает со всеми стандартными картами и поддержка всех дел си также такая сноска не все автобусы тянут пассажиров на автоматической коробке ну честно говоря я редко с таким сталкивался но это скорее всего исключение прописка пассажиров некоторые модовые карты такие как восточный экспресс российские просторы и эй это бразилия mario map rus map и в этом списке я не вижу промоц почему-то идем дальше по модам и следующий мод у нас раздела american track simulator там вообще ничего такого особенного не вышло единственное на что следует обратить внимание это петербилл 389 long hood версия 2 и 2 вот такой вот на скриншотики у нас long hood давайте посмотрим другие скриншоты здесь интерес интересный функционал по шасси видим какие огромные трубы еще к нему прилагается есть вариант самосвалом что тоже приветствуется но я так понял что самосвал сам кузов у нас не красится видим что он белого цвета есть автопрогрузчик и вот такой вот стандартная с шасси и автовоз также присутствуют я вначале думал что это копия недавно ты тестируемого т 600 но он все таки отличается есть все таки отличия но кому интересны вот варианты с автовозом и с краном ну правда кран это мало функциональная носом асфальчик это всегда прикольненько идем дальше и еще один грузовичок который заслуживает внимания так эндворд к 100 кастом бай рене нейтс я так понял что автор хотел называться рене гейт но назвался рене нейт версия 10 действительно я что-то не встречал его были какие-то другие модификации давайте глянем по скриншотам что предлагается первый же скриншот у нас показывают палочку ну правда довольно таки темный скриншотик давайте следующий полистаем вот такая вот у нас приборочка тоже довольно таки темный скриншот но на нем видно что у нас есть радио кастом на это хорошо можно добавить добавлять разные рычаги и приборка тоже выглядит неплохо я так понимаю по скриншоту что довольно таки темненький у нас интерьер чик потому что видно что скриншот сделан днем но с другой стороны здесь есть и свои плюсы посмотрите какой у нас оригинальненький такой портовой компьютер и принципе карта gps тоже неплохая в принципе это все что я хотел сказать по american track simulator да и по евро track simulator осталось только еще раз повторю насчет city car driving у меня в процессе разработки топ по city car driving плюс я хотел еще добавить каких-то моделек в этот топ посмотрел последние модельки чисто так визуально они мне понравились я их скачал но они все мне не зашли то есть не советую ставить астон мартин верьяш джип гранд широкий srt 8 infinity q60 и дальше еще одна моделька которую я проверял это масерати квадропорта спорт gts 2011 года внешне выглядит классно руль еще очень мне понравился руль ее сейчас я вам на скриншоте покажу руль вообще выглядит классно вот посмотрите на скриншоте вроде бы все так классно обзор конечно небольшой но вот здесь на стойке какие-то происходит какая-то сумятица из текстур и меня сразу это не зашло я выключил просто обзор и решил остаться без новых моделей но все равно я думаю что на топ у меня соберется уже как минимум пять модель модели я отобрал просто нужно их там расставить возможно возможно какие-то какие-то подвинут и вскоре вы увидите топ по city car driving спасибо что посмотрели мой дайджест я думаю что вам хоть какой-то мод да зайдет с этого дайджеста если что в следующую дайджеста уже будут по новее моды уже с нового года 2021 оставайтесь со мной и до новых обзоров до новых встреч всем пока